Добрый день, меня зовут Себастьян Катафана, я профессор анатомии из США. И тема сегодняшнего доклада это старение кожи лица. Для начала разберемся из каких тканей состоит наше лицо. Лицо включает в себя разные типы тканей и эти ткани начинаются с костей лицевого отдела черепа, которые образуют основу. Кроме костей на лице есть связки, жировая ткань, фасции, мышцы и конечно верхний слой, который называется кожей. Важно знать, что все эти слои лица подвержены процессу старения. Под кожей также имеются другие структуры, что придает лицу определенную степень трехмерности. Слои должны быть соединены с костью. Это происходит с помощью связок. Кожа соединена с костями черепа с помощью связок. Жир является частью этой поверхностной фасциальной системы. Он имеет определенный объем и нехватку или норму этого объема можно сравнить с виноградом и изюмом соответственно. При достаточном объеме жировых пакетов намного лучше передается сила от мышцы через соединительную ткань, через фасцию к поверхности. И это усилие передается более прямолинейно, поскольку нет никаких других свободных движений, которые бы не передавались через поверхность кожи. Представьте, мышцы могут сокращаться и подергиваться. Но если между ними нет достаточно рыхлой соединительной ткани, это движение не будет передаваться в верхние слои кожи. Но кожа все же может сдвигаться, поскольку морщины образуются под воздействием силы тяжести и поскольку она не связана напрямую с основной лицевой системой, состоящей из мышц и соединительной ткани. Наилучшим примером является лобная мышца. Лобную мышцу всегда считали двухмерной структурой. Лобная мышца не имеет связи с костью, если не считать мышцу, расположенную на лбу, по форме схожую с наружным затылочным бугром. Лобно-затылочная мышца связана с большим затылочным нервом. Но сама по себе лобная мышца в этой части лица не имеет связи с костью, она свободно скользит по кости. И именно поэтому эта мышца прикреплена к фасции. На изображении можно увидеть, что поверх этой мышцы есть небольшая часть фасции, это может выглядеть как неточное вскрытие. Однако, если посмотреть на снимок, на котором показано ультразвуковое изображение лба и соответствующие лобной мышцы, можно увидеть гораздо больше слоев в этой минимально тонкой толщине мягких тканей, которая составляет где-то от трех до пяти миллиметров. Эти мягкие ткани состоят из девяти разных слоев, и каждый из этих слоев имеет свои особенности. Лобная мышца имеет поверхностный фасциальный слой, который называют надлобной фасцией. Также лобная мышца имеет на своей нижней поверхности фасцию, которую называют подлобной фасцией. Итак, две эти фасции образуют как бы спальный мешок вокруг лобной мышцы. И если подробно изучить этот момент, то станет ясно, что лобная мышца может приближаться к изголовью и к изножью спального мешка, и соединять вместе оба края лобной мышцы. Итак, мы уже знаем, что с возрастом постепенно снижается упругость и эластичность кожи. А также возможно, что и сигнал при исследовании лобной мышцы, то есть при электромиографии, тоже ослабевает. Недавнее исследование, посвященное проблемам старения лица, показало, что лобная мышца в отобранном образце сокращается и издает слабые сигналы, но не достигает физического значения. В другом исследовании, однако, с гораздо большим объемом выборки было доказано, что это снижение достигает уровня статистической значимости, что означает, что мышечный потенциал или потенциал действия, также называемый потенциалом действия двигательной единицы лобной мышцы, снижается в пожилом возрасте, поскольку действительно лобная мышца страдает от старения, особенно в области лба. Но что же это значит? Кожа теряет упругость, мышцы слабеют, а что происходит с подвижностью? Интересно, что показатель подвижности лба увеличивается, это показывает трехмерный векторный анализ кожи. И причина – резкое увеличение подвижности, потому что растет амплитуда подвижности. Почему увеличивается амплитуда? Все из-за мягких тканей, потери объема черепа и теории дефляции жира. Все это приводит к тому, что мягкие ткани опускаются вниз под влиянием силы тяжести, а если при этом сокращается лобная мышца, то, конечно, амплитуда ее движения станет больше, потому что освободилось место для движения мягких тканей. И именно поэтому, по анализу смещения вектора кожи увеличивается подвижность лба в пожилом возрасте. Можно заметить, когда мы смотрим на пожилых людей, то, как у них движется зона глобила, или как у них движется лоб, и мы удивляемся, насколько эти части лица у них подвижны. И причина такого вывода состоит в том, что существует другая исходная точка, от которой нужно отталкиваться. Итак, если понять, что движение зависит от расположения мышц, покрывающих кость, и что мышцы следует рассматривать, как единое целое с соединительной тканью и кожей, по этой причине эти три пункта следует рассматривать только вместе. Мышцы это не только мышечная ткань. Нет, это союз мышц, фасций и кожи. Это одна важная система, и эти три вышеназванных элемента следует рассматривать как единое целое. Теперь если, например, к так называемому спальному мешку приложить усилия, воздействуя на соединительную ткань, это приведет к тому, что мышцы внутри спального мешка не так будут растягиваться. А когда мышца не сильно растянута, ей не приходится так много работать. И как итог, у нас становится меньше морщин, это означает, что мы помогаем мышцам расслабиться, уменьшая или передавая энергию спальному мешку. Этим можно объяснить то, что благодаря применению энергии поверхность кожи улучшается, глубина морщин уменьшается, а общий внешний вид лица становится намного моложе. Это возможно только в том случае, если мы понимаем, что мягкие ткани лобной части подвергаются определенному процессу старения, и применяем это при анализе процессов старения. Однако если мы будем принимать мышечную и соединительную ткань и кожу как некую единую единицу, мы сможем понять и объяснить возрастные изменения, затем объединить все наработки в единую терапию. Это будет справедливо как для средней, так и для нижней трети лица. Другой пример средняя треть лица. В средней трети лица есть фасция, которая прикреплена к мышце. Вроде ничего особенного, но она прикреплена к мышце, идущей к фасции, затем фасция прикрепляется к верхней челюсти, то есть кости. Итак, между мышцей и костью существует связь, и эта связь называется поперечной перегородкой лица. Поперечная перегородка лица образует нижнюю границу жировых пакетов средней трети лица. Когда мы улыбаемся, мы сокращаем большую скуловую мышцу, а когда мы сокращаем мышцу, мы воздействуем на фасции, и это сокращение выталкивает жировые пакеты средней части лица вверх. Это очень похоже на движение гамака, когда вдруг вы усиливаете и увеличиваете натяжение гамака, все, что находится внутри него, выталкивается вверх. Наилучший пример – щеки. Они внезапно увеличиваются в объеме при улыбке. Сокращение большой скуловой мышцы при улыбке вызывает конформационные изменения поперечной перегородки лица, и это точно позволяет нам изменить положение жировых пакетов средней зоны лица. Здесь можно рассмотреть еще один замечательный пример того, как мышцы интегрированы в лицевую систему. Большая скуловая мышца и малая скуловая мышца. Они все взаимодействуют со СМАС-системой лица. Они соединяют все эти структуры вместе, и именно поэтому у нас скоординированы лицевые движения, и поэтому на лице у нас никогда не бывает отдельного мышечного движения. Любое выражение лица – это одновременное движение многих мышц. Мышцы действуют вместе как единое цело, и это правильно. Итак, давайте немного поговорим о старении мышц, особенно о старении мышц лица. Пару лет назад мы провели исследование, в котором использовали электромиографию. Это подразумевает проведение электромиографии не путем прокола кожи, а путем простых насечек на поверхности кожи. После процедуры мы изучили все мышцы и обнаружили, что при объединении результатов работы всех мышц не было никакой разницы между молодыми и старыми людьми по соотношению сигнал-шум в целом и по сигналу в целом. Но я не остановился на достигнутом, я подумал, что такого не может быть, должна быть разница. Поэтому в дальнейшем я рассмотрел каждую отдельную мышцу и каждую отдельную фасцию. Я проанализировал все их сигналы, и сигналом является сила мышечной активности. В ходе исследования я обнаружил, что есть только одна мышца, у которой наблюдается значительное статистическое значимое снижение сигнала. Это большая скуловая мышца, она соединяется с массой тканей. Мы знаем, как выглядит эта мышца в пожилом возрасте, поскольку в исследуемой группе снизился этот сигнал. И если это так, мы можем понять, почему в пожилом возрасте средняя треть лица опускается. Все потому что мышца недостаточно сильна, чтобы удерживать свое положение относительно с масс. И когда гравитация делает свое дело, все движется вниз. Верно, и это подтверждают полученные результаты. Но что еще важнее, что мне очень хотелось бы подчеркнуть, мышцы нельзя рассматривать как самостоятельную единицу. Мышцы необходимо рассматривать в сочетании соединительной тканью, поверхностной сосудистой системой, поверхностно-фасциальной системой. Все это необходимо четко понимать при составлении плана терапии. Терапия должна быть на это нацелена, потому что именно в этом сама суть. Надо точно планировать, каким мы хотим увидеть лицо, и как мы должны интегрировать себя механику лица, следуя особенностям анатомии. Эта идея может изменить многое. Спасибо за внимание, до свидания.